И здорово всем ребят! Я думаю все вы помните, как я купил свой бизнес АЗС номер 15 на открытии сервера за бешеный 50 тысяч рублей. Так вот, в этом видосе я решил ответить на один из самых часто задаваемых вопросов не только вами, моей аудитории, но и от самого себя. А именно, сколько же мой бизнес приносит чистыми в месяц, полностью в АФК режиме пассивным доходом. Поехали! Оу, щит, касса! Видос будет очень интересным, я в нем также покажу, какую новую тачку сам новую я купил. Погнали, братва, затюним ее сразу. Поздравляю! Спасибо, братва, спасибо. Как я поднял своеобразный в кавычках бунт для разрабов, чтобы они ее доделали, так как она имеет существенный недостаток. Поднимаем нахрен бунт за нашу охрененную тачку, которую незаслуженно обделили. И в этом видосе я также попрошу вас поддержать эту идею. Но об этом всем чуть позже, ведь перед этим я, как всегда, запускаю супер розыгрыш, но уже на более крутой приз. А именно, мы разыграем 100 тысяч баксов двумя купонами, а также бонусом в моей телеге разыграем 5 голд випок, которые также можно будет активировать на любом сервере GTA 5RP. И для участия вам всего лишь нужно в телеграме нажать кнопку участвовать, а тут, как всегда, прожать лайк под этим видосом, подписаться на канал, прожать колокольчик и написать любое количество комментариев. Победители я буду определять как раз таки по ним, по рандомным комментам. И поэтому, соответственно, чем больше вы этих комментариев напишите, тем выше у вас будут шансы на победу. Всем желаю удачи, победители предыдущего розыгрыша вы видите сейчас у себя на экранах, но мы переходим к саму видосу. Здорово, пацаны, всем здорово. И в первую очередь, я думаю, многие из вас подумали, что... Хома, да чё ты летишь? Ты не мог не заходить в меню своего бизнеса целый месяц, будучи на сервере, чтобы держать всё это в секрете от самого себя. Но, ребят, я действительно не заходил и не знал, сколько у меня там денег, потому что... Короче, братва, последний месяц я, прямо скажу, немножко отдыхал от игр в целом. Я ездил в Питер, там побыл неделю. Я сейчас разбираюсь с военкоматом, я сейчас работаю там по диплому, сдаю свои долги, лабораторные работы и так далее. И в связи с этим, я не заходил на GTA 5RP, да в целом в любую игру месяц, блин, месяц. Просто вдумайтесь, ровно месяц. Да, ребят, я реально не играл ни в какие игры целый месяц, потому что было действительно очень много лайф-проблем и дел. Да и в целом, я решил просто отдохнуть. Вот, пацаны, кстати, причина, почему я пропадаю, блин. Дипломы, фамилии преподавателей, всякие базы данных, open-сервера. Это просто жесть. У меня, кто не знает, сейчас последний курс учебы идет. И, соответственно, это очень много забирает времени. Но сейчас, когда все эти дела решились, я хочу сказать вам очень крутую новость. А именно то, что видосы теперь будут выходить раз в неделю. По средам в 4 часа вечера. Запоминайте, заводите будильники. Ну а пока переходим к последствиям того, что я не заходил на сервер целый месяц. Поехали. Сейчас мы зайдем, посмотрим там, какие у меня долги накапали по налогам. Посмотрим, какую прибыль мне принес мой бизнес. В общем, все это мы сегодня посмотрим. Поэтому, ребята, я сейчас открываю Rage MP и выбираю сервер Rockford. Проверяю финка плюс 3-4 ГК. Шеф, я не знаю, какая будет финка. Но я надеюсь, она будет достаточно большая. Кот ФК сидит? Да, где я тут бегаю? Вон, Феня. У меня тут две кошки, ребята, сейчас я покажу. Первая, Фрося. Ну, с Фрося вы знакомы. Сейчас я ее возьму, как она умеет. Вот так вот. Вот такая вот. У нее отец Мейн Кун. Соответственно, она вот такая вот длинная, большая. Ну, реально здоровая. Посмотрите. Вебку, блин, чуть не... Охренеть, вебку не помещается. Как ее уместить, чтобы и лапа, и хвост? Ну вот, поместилась, пацаны. И вторая кошка у меня, Феня. Ну, помните, я показывал, ее на улице машина сбила. Когда я ее показывал, она, так скажем, боялась. Была шуганная. А сейчас она, так скажем, немножко домашняя уже стала. Подробнее о моей повседневной жизни, так скажем, за интернетом, вы можете наблюдать опять же в моем телеграме. Там я скидываю и фотки из последних. Вот, например, совместная фотка с ютуберами на дне рождения. Тут и Барсик, и Владос Сладпотопон, Би Ворлд и другие топовые ребята. В общем, залетайте. Ссылка в описании. Все, ребята. Залетаю на сервер спустя, блин, месяц. Хома щекаста в дзуке. Давайте начнем с плохого. Ой-яй-яй-яй-яй. Начнем с плохого. Как вы знаете, у меня есть самый дорогой офис на сервере. Этот дорогой офис на сервере стоит, по-моему, 2 миллиона. За 2 ляма я его покупал. Этот дорогой офис хавает сутки, по-моему, 2 тысячи. И мне прям страшно открывать меню организации и нажимать имущество. Давайте нажмем. Минус 140 косарей. Минус 140 косарей. Получается, месяц я не онлайнил. И мой офис хавал у меня 140 косарей. Чисто для того, чтобы им владеть. Ну ладно. Надеюсь, это того стоит, учитывая то, что в будущем мы обязательно купим вертолет. Да, ребят. Повторюсь. Моя основная цель на сервере сейчас это купить вертолет. Самый дешевый, который стоит 25 миллионов. Ля. Месяц не играл? Я даже не знаю, куда ехать. Что самое интересное? Что самое интересное? А меня, кстати, это... Меня уволили, блядь. Меня с японской мафии уволили. Ах, вы, сука, крысы. Ебать. Я им сделал рекламу в предыдущем видосе, а они меня уволили. Я говорю, я в японской мафии. Братва, приходите в японскую мафию. А меня уволили с японской мафии. Бля, пацаны, ну что, даже месяц нельзя отдохнуть, че шо? Поехали разбираться. На самом деле, меня, конечно, никто не увольнял. Просто лидер достоял свой срок. И не просто срок. Так бы я не удивился, что у меня пропала фракция через месяц. А третий подряд срок. Три месяца. Максимальное количество. Мало кто знает, ну, из новеньких игроков на GTA 5RP, то, что на наших серверах есть такая тема, как зал славы. Зал славы госок. Зал славы, получается, мафии. И зал славы банд. И, соответственно, в этот зал славы добавляют только, так скажем, самых крутых лидеров. Они там навсегда, там их скин, их имя и так далее. По идее, Илюха Дисней это первый лидер на сервере Рокфорд, который отстоял три срока подряд. И мне интересно, заслужил ли Илюха Дисней, лидер японской мафии, человек, который отстоял три месяца на лидерке одной, получается, фракции, заслужил ли он свое место в зале славы? Так, мне бы найти еще этот зал славы. Братва, кто не смотрел предыдущий видосик, зацените номер. Вот такой вот номер у меня, блин. Бля, ну я, я на самом деле расстроюсь. Я расстроюсь, если... Так, еще бы этот зал славы найти. А где находится зал славы? По-моему, вспомнил. Нужно зайти в казино, потом зайти в лифт, после этого перейти на крышу, по-моему. Потом на крыше где-то, возможно, вот тут. Да-да-да, вот, войти. Все, мне интересно. Зал славы у нас пустой. Прикиньте, чел отстоял три срока. Три срока чел отстоял на лидерке в мафии. И его в зал славы не закинули. Ема. Ля, Илюха, ну не расстраивайся. Ну ля, ну мне очень, на самом деле, обидно за Илюху. Я же с ним общаюсь, пацаны. И... Ну он хотел. Он хотел, честное слово, в зал славы. Ну, попасть. Он три срока все-таки отстоял, да? Наверное, с кем-то из админов не законтачился. И, соответственно, админы не захотели ставить его в зал славы. Конечно, все это печально, пацаны. Ну ладно, ничего страшного. Не повезло с этим, повезет с другим. Поэтому переходим к нашему долгожданному бизнесу. Поехали, пацаны. Месяц не заходил на GTA 5RP. Бизнес у меня, слава богу, не слетел, потому что выключили налоги. Это хорошо. Сейчас мы поедем и посмотрим, сколько чистыми принес бизнес за один месяц. Мой бизнес АЗС номер 15 по трассе М2. Погоди секунду, у меня тут бизнес, на который я не заходил месяц. Я знаю, я знаю, давай пошли. Тихо, тихо, брат, тихо. Тихо, пацаны, все, никаких этих. Поехали. Оу, щит. Касса 1 759 387 долларов. Деньги на счету минус 160 косарей. То есть, если бы сейчас не была та ситуация в мире, то мой бизнес бы слетел. Но я был спокоен, потому что налоги сейчас отключили. И получается чистыми, йоу, чистыми мой бизнес в месяц в полностью АФК режиме с нулевой наценкой. Ноль. Наценка ноль, пацаны. Для вас, блять. С нулевой наценкой чистыми бизнес приносит 1 миллион 600 тысяч баксов. Охуенно. Я снимаю все бабки. И хочу еще раз отметить. 1 миллион 600 тысяч баксов, конечно, может показаться для такого топового бизнеса не так уж и много. Но это нулевая наценка, пацаны. Если бы я хотел, то мог бы сделать на этом бизнесе x2, x3 от нынешней прибыли. Но для вас я специально оставил самую минимальную, точнее нулевую наценку. Чтобы когда вы заходили играть вместе со мной на мой сервер Rockward, вы не тратили много денег на бензин и по сути покупали его дешевле некуда. Так скажем, буст для новичков и приятный бонус для старичков на сервере. Пацаны, мой бизнес. АЗС номер 15 по трассе М2. Братва, самый охраненный бизнес. Тут бензин для меня дорогой, но для вас, люди, которые тут заправляются, это самый дешевый бензин. Потому что только на моей заправке, на такой вы, на такой, по местоположению, только на такой заправке, у меня стоит наценка 0. Там некоторые ставят наценку 200, некоторые ставят там наценку 150, 100, а у меня, блин, 0 по цене. Самый дешевый бенз, АЗС номер 15. Приезжайте, заправляйтесь и, соответственно, кайфуйте. Поехали, баха. В общем, ребят, касаемо бизнеса, все понятно, чистыми. Он принес 1 миллион 600 тысяч баксов в месяц, ну а мы двигаемся дальше. После этого я поехал, не помню зачем, в барбершоп. Вышел из него, и меня ждали мои знакомые, которые, блядь, начали ограбление этого самого барбершопа, нахуй. Мы уже начали ограбление, бро. Опачки. Блядь, какой же я дурак, то что... Нахуй, я полез, блядь, нахуй, я полез, блядь. Пацаны, месяц не играл, что вы хотите? Ну, конечно, буду тупить. Так, сейчас стану же пакетик, и что же у него я снили, гал. А как они-то погибли? Их же там 5 человек было. Здравствуйте, вы хотели пограбить? Ну и показываю, ребята, как можно, так скажем, попробовать выйти сухим в данной ситуации. Главное, это просто уверенно и как можно больше присесть к обстром на уши. И не выпендриваться. Я не грабил никого, я даже не похож на бандита. Сейчас попробуем договориться, пацаны, может. Ну, в общем, как оно было? Вы вылазите, бежите с оружием. А я испугался, блядь. Вижу, на земле лежит оружие нелегальное на семерках, блядь. И патроны подорвал тоже, поэтому возьмите, заберите. Спасибо, что подняли, давайте, ребята. У нас тоже порядка, спасибо большое, что находитесь. Я просто думал, какие-то бандиты. И у вас, наверное, возник очевидный вопрос, как и у меня. А где, блядь, были эти 4 полностью заряженных богатыря? Вы уже начали ограбление, бро. Которые встречали меня на выходе из магазина. Ну, я больше не буду с Баха играть, потому что Баха печень. Ну, вы сами видите, они чисто в пятером встали в магазин. Вот в пятером встать в магазин. Вот просто в магазин. Не занять крышу, не занять позицию какую-то. В магазин встать. Ну, я с ним пень. Я думал, они прибегают, эти челы, да? Я думал, сейчас мои пацаны с магазина выйдут. Мы сзади растяг и нормально потулимся. А они в пятером в магазине стоят. И я один с оружием стою, против них такой вафел. Вот так вот. Ограбление, говорю. С семерками, пацаны. Один хома. Нормально? А эти? А вот это я показываю Баху в магазине. Пятером они такие стоят, наверное, ждут. Пока хому пиздят. Короче, пофиг на это все. Давайте уже перейдем к более важному событию. А именно... Что насчет R8? Вот сегодня расскажу, ребята. R8, ребят, это, если что, достаточно новая и свежая машина из обновления. Выглядит она вот как-то так. И я очень долго думал, стоит мне ее покупать или нет. Ведь дело в том, что у нее, к сожалению, был существенный недостаток. Весь день думал, на самом деле, как правильно, так скажем, поступить с этой всей ситуацией. Но, учитывая то, что мне эта машина безумно понравилась, я думаю, вы уже догадались, что я собираюсь купить Audi R8, которая новая тачка с нового обновления, которая стоит бешеных 5, почти 6 миллионов. И, соответственно, у этой машины есть недостаток. Есть недостаток, которого быть не должно. Потому что, что на других проектах, где есть эти машины, этого недостатка нет. Что, в принципе, идеология этой машины, так скажем, с одним плюсом, которого тут нет. Хома, разве RS7 не лучше Хуракана? Для меня сейчас только две машины лучше Хуракана. Одна машина это Audi R8. А вторую машину предлагаю вам угадать в комментариях. Первый, кто угадает, получит небольшой, так скажем, презентик от меня. Двигаемся дальше. Перед тем, чтобы купить эту самую машину R8, мне, понятное дело, нужно было продать мою старую машину, мою ламбу Хуракан. Сколько ламба стоит, я буду продавать за 5,3. Потому что мне нужно как можно скорее продать, как можно скорее купить и как можно скорее написать. Чисто освободим ламбу, снимем наш номер, продадим ламбу. Купим тачку, новую тачку, которая мне безумно понравилась и которую несправедливо обделили. Но мы скоро решим этот вопрос, я надеюсь. Так, аптеки забираем, снимаем номер, чтобы не забыть. Снять номер, так, номер все у меня в инвентаре и поехали продавать, братва. Так, братва, уникальное предложение. Ламба Хуракан, не бита, не крашена, ёптель моптель. О, Шанни, здорово. Хуракан, домой хочешь вернуть? Да, за 5,4 заберешь обратно? Ну давай 5,350 не тебе, не мне и расход. Один дешевле отдам. Давай 5,325 и кидаешь. Как он меня бесит, блядь, барыга, ёбобный. В итоге я продал эту машину за 5 миллионов 325 тысяч баксов. Конечно, можно было продать дороже, так как в ГОСе она стоит 5,5 миллионов, а на ней еще и ФТ. Но я торопился, поэтому так. Я долго думал касаемо вот этой тачки Ауди Р8. Она мне очень нравится, учитывая то, что это моя даже первая машина в целом на РП серверах в ГТА 5. Алды знают видосик, который выходил, я там на этой тачке таксовал, пранковал и так далее. Я очень хочу эту тачку, очень хочу. Поэтому давайте я все-таки сгоняю, куплю ее. Да, дружище, меня до плаченого автосалона. Я сгоняю, куплю ее. Да, у нее есть недостаток, но этот недостаток мы постараемся решить. А теперь для людей, которые не шарят и не понимают, о каком недостатке я все это время говорю и что с этой машиной не так, показываю. Крышу, блядь, они сделали в тюнинге Uber. Да, вот, вайт. Блядь, да, вайт, сука, ема. Вот чисто человек, вот он, вот он человек. Но вот ты разделяешь мое мнение. Но это просто жесть. Это просто жесть. Для людей, которые не шарят, сейчас я покажу. Я покажу, вот, например, смотрите. Есть BMW Z4, да? Для людей, которые не понимают, что я имею в виду. Должно быть вот так. И в обратную сторону, соответственно. Должно быть вот так. Но на новой Audi R8 20-го года на охрененной тачке, блядь, какая она красивая, мужики. Какая она охрененная. О, в синий. Ей синий идет максимально. Но у нее такого нету, пацаны. У нее меняется это говно вот так. Тинкс салоне. И это просто огромнейший недостаток. Потому что даже в стандартной GTA-шке аналог этой машины имеет крышу, которая открывается через кнопку H. Я покажу это дальше. Кребаная BMW Z4 имеет крышу, которая открывается через кнопку H. Другие тачки также имеют подобные фишки. А, блядь, тачка из новейшего обновления Audi R8 2020-го, мать его, года. Сделана вот через такой костыль. Который, между прочим, еще и стоит бешеных денег. Дальше я это покажу. Короче, просто берем и далее уже все. Покупаем за наличный расчет автомобиль, который будет only мой. Который я вряд ли продам. Ну, когда-нибудь, может, продам. Но, если получится добиться, так скажем, того, что мы хотим сделать, то это будет машина легендарная. Я ее вряд ли продам. За наличный расчет 5 миллионов 200. R8 продается на авторынке здорово, Макс. Да я возьму так с ГОСа. На авторынке, короче, на авторынке продают только вот челы, которые за 5,3. А смысл за 5,3 вообще покупать? Вообще, смысл покупать за 5,3, когда ты можешь за 5,2 взять, и эта тачка будет только твоя. Но я не знаю. Наличный расчет оплатить наличкой. Все, взяли Audi R8. Погнали, братва. Затюним ее сразу. Поздравляю. Боб, спасибо, братва, спасибо. Сейчас затюню ее еще и вообще будь кай. Так, сейчас мы сделаем из нее лялечку. В первую очередь, по внутренним модификациям мы ставим четвертое двигло 100%. Далее, тормоза мы ставим гоночные 100%. По внешним модификациям давайте пока что крышу снимем. Бля, просто вдумайтесь. Каждый раз, чтобы поставить крышу, нужно будет платить 15 косарей. 15, мать его, косарей. Охренеть. 15600 баксов. Почти 16, блядь, косарей, чтобы просто снять крышу. А чтобы ее обратно открыть, вновь плати еще столько же. И так каждый раз изменяешь что-либо. Просто жесть. А вот так должно быть по-правильному. Сейчас я покажу, братва, как надо. Так, смотрите. Вот она, 9фка. Смотрите, пацаны. Вот так должно быть. Вот если будет так, это будет идеальная тачка. Максимально, на самом деле, обидно за тачку. Ее вообще незаслуженно обделили. С этим согласны многие игроки. И поэтому я решил сделать следующее. Бунт в честь R8. Да, пацаны. Бунт в честь R8. Так, короче, делаем следующее, братва. Я открываю сейчас форум на GTA 5RP. GTA 5RP. Форум GTA 5RP. Так, сейчас я залогинись, чтобы вам пароль не спалить. Так, логин. Хома. Пароль. Кверти. 5, 6, 7. Ага. Так, запомнить меня. Пойти. Так, теперь что мы делаем? Так, заходим на форум. И поднимаем нахрен бунт за нашу Audi R8. Охрененную тачку, которую незаслуженно обделили. Арчи пишет. R8 хуйня из-под коня с такой крыши. Арчи, я согласен. Крыша должна открываться на H, потому что это везде такое есть. И плюс, даже в обычной GTA такая машина, аналог этой машины, у нее крыша открывается. На какой-то сраной Behe Z4 крыша открывается. А на Audi R8 2020 года нужно тратить 15 косарей, чтобы просто крышу поменять. Ну, это просто жесть. А, вот, предложение по улучшению проекта. Все, мы, пацаны, создаем тему. Правила раздела прочесть перед созданием темы. Предложения, связанные с добавлением машин тюнинга или исправления таковых, должны подаваться в данной теме, а не создаваться отдельной темой. В какой теме? А, вот, в данной теме. Все, понял. Вот оно, пальцы. Мы попали, куда нам надо. Я надеюсь, нас услышат. Я пишу вот так. Форма для созданной темы. Ваш не, хома. Ваше предложение сделать нормальную крышу на модельке на... Ненависть поглотила мой разум. Ненависть. Ненависть, да, я такой. Это тот чел. Ненависть поглотила меня. Да, я такой. Я такой. Да, да. Давай, замуть меня, замуть меня. Ну, жесткий, брат, жесткий. Хорош, далеко пойдешь. Так, я его замутил, пацаны. Ну, веселый парнишка. Поехали, пацаны. Так, ваше предложение. Скриншот видео по возможности. Скриншота нету. Сделать нормальную крышу на новой, новой машине. Ауди. R8 2020. Правильно. Оп, делили. Делили. Да откуда вы спавнитесь, блядь? Ну, потеряйся отсюда. Давай, давай. Посланки, гречи, пожалуйста. Запомни нас. С КВ. Кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто? У тебя голос срывается. Не кричи, у тебя голос срывается. Ты еще не повзаслел для такого. Мы посылали к игре, чипарала. Что, дед в комнату зашел? Мы с тобой еще. Мы с тобой еще слились. Блядь. Блядь. Ну, не играл месяц. Забыл все правила. Хейтерочки меня на это смогли забайтить. Опытные игроки, я думаю, уже догадались и поняли, что в войс игры я упомянул чьих-то родных. Без разницы я там что-то плохое сказал или хорошее. Вообще пофиг. Ведь за это идет 15 дней бана. Да, это я про своего деда, пацаны. Да, я же с дотой, чё ж у меня это? Я же с дотой, чё у меня? Да ладно, мужики, я же про своего деда. Чё говорю? Дед в комнату зашел у меня. Удивился, понимаете? Смотрю. Оказывается, нет. Поэтому все нормально. Я не про него. В общем, ребят, так не делайте. Переходим обратно к форуму. Так, поехали. Ваше предложение сделать. Нормальную крышу на новой машине Audi R8. А именно, братва, к тому, что нужно сделать, чтобы поддержать меня и мою идею. Итак, в первую очередь нужно залогиниться на форуме. Далее нужно перейти по ссылке в описании, открыть 130-ю страницу снизу. Именно тут находится мое предложение по улучшению. А затем... Вот сюда нужно лайкусики накидать, пацаны. Вот так вот делаете лайк. И поддержите тему, потому что... Ну, машину, я считаю, недослуженно обделили. Всё, в принципе, мы сделали то, что хотели. Теперь ожидаем реакции администрации. Надеюсь, в будущем обновлении, в исправлениях, будет вот так написано. Audi R8 2020 получила возможность открывать и закрывать крышу на кнопочку H. Как это и должно было быть изначально. Касаемо, пацаны, упоминания родных. Если, короче, тот чел всё-таки зальёт жалобу, да, и меня признают виновным, то я приму этот удар. Я просто, понимаете, в доту играю, блядь. Там с волками жить, по волчьи выть. И вот в доте, когда челы пукут мне что-то, я ими отвечаю нормально. Ну вот, игры перепутал. Такое делать нельзя. Не упоминайте родных ни в коем случае. А его за стрим-стайп. Можно хоть в чес откинуть за то, что он творит. Короче, так и сделаем в случае чего. А теперь показываю лайфхак другим медиа, что делать, когда за тобой бегает много людей. И просят там пожать ручку, принять воргу, ответить на вопрос, кинуть этого фракцию, повысить и так далее. Мы долго задерживаемся на одном месте, нам нужно... Блядь, ааа, сейчас ведь напишут через свой стример то, что уехал. Давай жму всем, кому кого инвайт, кому приглас. Не, 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 сейчас опустил. Так, ой, снял наушники, блядь. Не слышу, не слышу, потому что зачесалось ухо. Опачки. Не слышал, значит, не через свои пацаны. Не слышал, значит, не заигнорил. Понятное дело, шучу. Я сеньпеня никого там не заигнорил и уехал после того, как со всеми пообщался. Поэтому, если что, не стесняйтесь, заходите на мой сервак Рокфорд. Будем вместе играть и вместе развиваться на сервере. Всех обязательно жду. Ну и напоследок хочу показать, но получается финал всей истории с одним из моих последних видосов. А именно, где я делал подарок всему серверу за 10 тысяч рублей. А он оказался, к сожалению, не нужен. Блядь, ну 10 тысяч отдать, и шо, вы, тебе админ, просто, га, одел в чешки, просто, обучить. В общем, суть в том, что теперь, оказывается, на клубнике твои картинки новостей... Шо, 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 блядь. Реально? Да не, не может быть, пацаны. Я эти картинки никому, кроме Рокфорда, не скидывал. А, блядь. А, 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 это так, блядь. Я не скидывал никому это. О, нифига себе. Приятно, приятно, клубника. Спасибо, что... Ну ладно, мне не жалко. Правда, это я не скидывал, это они сами сделали. Ну и, ребят, на этом все. Напоминаю вам о розыгрыше, напоминаю о телеге, напоминаю оформить подписку на канал с колокольчиком, чтобы нам с вами в случае чего не потеряться. И напоминаю о промокоде HOMO, который дает кучу бонусов на старте игры. Вести можно в F10, настройки и промокод. Следующий видос ровно через неделю в среду в 4 вечера. На этом все. Удачи!